Мы с вами начинаем. Значит, вы пришли на семинар 45-минутный, краткий, который посвящен рассказу, введению в специальность технические писатели. Работа с техническими текстами. Проф. стандарт технического писателя создан, принят. И я должен сказать, что он достаточно ущербный, этот проф. стандарт. Он ущербный почему? Потому что люди, создававшие его, написавшие и люди, принявшие его на государственном уровне, считают, считали, по крайней мере, что эта профессия исключительно в сфере IT. Исключительно в сфере информационных технологий. Хотя на самом деле технический писатель как понятие гораздо шире. Это человек, умеющий создавать тексты, редактировать, корректировать, гастировать и вообще работать с текстами практически в любой отрасли. Давайте мы с вами зададим себе вопрос и постараемся на него ответить. Что нужно знать, чтобы быть отличным техническим писателем? Или просто техническим писателем? Простите ваше имя, Александр Александрович. Давайте подумаем. Как вы считаете? Что нужно знать? Обо всем об этом мы говорим на нашем курсе, естественно, подробно, естественно, гораздо глубже. Давайте сейчас кратко, быстро я прошу вас работать, 45 минут это немного. Знать надо именно тот процесс, о котором человек пишет. Предметную область, согласен. Безусловно. Надо ли ее знать на уровне эксперта, профессионала, доктора наук? Не обязательно. Но разбираться нужно. Еще. Инструкции, ведерственные инструкции, как это все оправлять? Об этом тоже мы будем говорить на нашем курсе. Об этом будем говорить на курсе достаточно подробно. Инструкций очень много. Очень много стандартов. До сих пор действуют в советское время не КОСТ. Они, конечно, актуализированы, естественно, в соответствии с веянием времени 21 века. Но они есть. Помимо ГОСТов есть другие стандарты. ИСО и МЭК. Межотраслевые и межгосударственные стандарты. Кроме того, если вы работаете на иностранного заказчика, то в каждой стране набор своих стандартов. Если брать в пример Соединенные Штаты Америки, то там набор стандартов есть в каждом штате свой. На Штатах там, как известно, 50 плюс-минус одна единичка. Что еще нужно? Сразу вопрос, можно ли знать все стандарты и все инструкции? Конечно, нет. Естественно, нет. Что нужно? Нужно уметь им пользоваться. И мы с вами будем говорить, если вы придете на наши занятия, мы будем с вами говорить о том, что умение пользоваться стандартами, которые требуют работодатели и прописывают в требованиях к кандидатам на определенной вакансии, по сути дела, является требованием к тому, чтобы человек умел ими пользоваться. Далеко не все работодатели понимают, что учительные изучить стандарты – это бред. Это все равно, что, как я своим слушателям на занятиях говорю, все равно, что учительные изучить таблицу Брадиса. Но это глупость. Не нужно знать синус-тангенс, косинус и все остальное, и катангенс, угла в 38,5 градусов. Зачем? Это можно посмотреть в таблице. То же самое со стандартами. Но мы с вами будем, естественно, тренироваться. И, естественно, мы обозначим. Я не заставлю вас выучить все хвосты – это глупость. Но в мои задачи будет входить, снять боязнь перед этим словом ГОСТы, ЕСКД, ЕСПД, КСАС и все остальное, и научить вас с ними работать. Это и есть знание ГОСТов. Умение работать с ними. Да? Я бы еще, если можно, добавил по всему этому. В любом случае, когда что-то пишут, потом, чтобы опубликовать, мне куда-то ждать, всегда есть всего рода цензоры, или тот, кто проверяет. И вот с этим человеком тоже надо найти общий язык, чтобы понять, что он хочет. Соответственно, давайте трансформируем. Виталий абсолютно правильно все сказал. Давайте это назовем. Что нужно знать, чтобы быть техническим писателем? Как это называется? Александр? Вы слушали, что Виталий говорит? Да. Коммуникабельность. Теория коммуникации. Совершенно справедливо. Совершенно верно. Не умея общаться с людьми, не умея общаться даже не только с заказчиками, даже не только с тем, кто вам заказал работу. Допустим, ни один технический писатель 100% своей продукции не выдумывает из головы. Наша голова не безгранична. Сегодня у вас проект А, завтра у вас проект 17, а послезавтра у вас проект W. Вы не можете знать все. Но вы должны уметь это все описать. Соответственно, вы должны уметь получить исходные данные. Это называется официальные исходные данные. Это составная часть требований к техническому заданию получения официальных исходных данных либо от заказчика, либо от своих, допустим, программистов, разработчиков, инженеров, неважно кого. В моем случае врачей. В ваших случаях это что-то другое. Получить исходные данные и из того, что они дали, сделать конфетку. Намек понятен. Да, то, что они дают, конфеткой никогда не является. А вы должны уметь преподнести это, во-первых, понятно, во-вторых, грамотно с точки зрения стандартов, которые от вас требуют соблюсти. И в-третьих, ваш документ должен быть красив. Красив. Вот когда ваш документ, созданный вами, как техническим писателем, приятно взять в руки, вы видели такие документы многократно, я думаю, в жизни много раз, он сразу выигрывает, его хочется прочитать, его хочется понять, его хочется дочитать до конца, просто потому, что это эстетично. Он выглядит хорошо. И этому я тоже вас буду учить. Естественно, не сегодня. Естественно, это в рамках полного курса. Как вы считаете, что еще нужно знать? Вы не назвали одно самое главное? Какому? Какую? Word. Word. Да, да. Естественно, Word или любой какой-нибудь еще в плюс к Word, наверное. Я бы даже сказал, что нужно знать офис практически весь. Естественно, Excel. Естественно, где еще технический писатель, может себя проявлять, каких программных продуктов? Александр, презентация. В презентациях. Естественно, вы написали доклад, допустим, по проекту для руководителя, да, он будет где-то докладывать. Но он же не будет просто в стенку указочкой тыкать, да, ему презентация. Это тоже создает технический писатель. Естественно, может понадобиться видео, естественно, может понадобиться что-то еще. Вплоть до Photoshop, Акоровдро и Автокада. Программное обеспечение, естественно, нужно знать и хорошо им владеть. Во-первых, это текстовые редакторы. Во-вторых, это все, что к ним присовокупляет. Я очень не люблю, друзья, слово формат. Простите мне эту слабость. Я не люблю слово формат. Встреча в формате, в документ в формате, шашлыки в формате. У нас это слово употребляется ни к силу, ни к городу. Вот как по параде. Там расширение просто МБ. Это программный продукт, правильно? Или не совсем? Язык, опционные структуры. У него стандартный. Хорошо, согласен. Можно знать и это. Чем больше, тем лучше. Ну уж тогда раз ворд назвали, тогда не лишний будет назвать вообще. Знание грамматики, русского языка. Вот что первое, спасибо. Первое. Это на первых 90 местах из 91. Что должен знать технический писатель. Наш родной, великий и могучий русский язык. При этом я акцентирую внимание своих слушателей в ходе наших больших занятий, нашего полного курса обязательно. Я желаю всем, я естественно не могу этого заставить, или там еще как-то никого не заставляю, я предлагаю. Вы берете. Или не хотите, не берете. Вот. Я предлагаю развивать, это никогда не поздно, развивать чувство языка, развивать свою собственную грамотность, больше читать хороших книг, обращать внимание на какие-то языковые структуры. Чем более грамотным русским языком будет написан ваш, даже и технический, сугубо сухой документ, но чем он лучше будет написан, чем дальше ваш русский язык будет от языка Алиэкспресса, тем больше ваш документ выиграет. Понятно, о чем я говорю, да? Согласны? Да. Согласны. Русский язык, это одно из самых основных. Дело в том, что достаточно быстро, и в том числе в учебном центре специалисты этим занимаются давно и успешно, изучаются любые программные продукты, все, что касается офиса, все, что касается графики, инженерные программы, то есть тут порядка 10 тысяч курсов, да и не только специалисты, где угодно можно это изучить и стать вплоть до того, что экспертам, хоть преподавателям, хоть тьютерам, хоть тренером. Ради бога, получайте сертификацию Microsoft, становитесь тренером по Excel, Word и так далее. Русский язык, как показывает практика, изучить сложнее, потому что мы не пойдем на курсы русского языка, вряд ли. Мы же его знаем, как мы считаем, и разговариваем легко. Вот писать, научиться, так же, как легко, как мы разговариваем, это трудно. Вот этому придется учиться всю жизнь, друзья. Этому придется учиться всю жизнь. И на вес золота тот технический писатель, который может сформулировать некую мысль, которую ему высказывают коряво-коряво-коряво-коряво-коряво. У меня такое бывает. Я, кажется, этого достиг. Леш, иди сюда, я иду. Я говорю, что случилось? А вот тут, как бы, это вот, типа вот, а из этого, вот, как бы, вот, 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 то. Я формулирую фразу из четырех слов. Молодец. Вот, я желаю вам в любой жизненной ситуации вот так вот формулирует все, что угодно, моментально и грамотно. Я не хвастаюсь, у меня это действительно есть. Вполне вероятно, потому я здесь преподаю. Давайте обсудим, Сергей прав или нет? Как вы считаете, Александр? Смотря в какой сфере работать. Я вас понял. Это одно мнение, Виталик, как вы думаете? Чем больше, тем лучше. Понятно. Чем больше, тем лучше. Согласен. То есть, принято. англесики он еще полезен программистам, тем, кто программист занимается. Друзья, я сразу предупреждаю, я читаю свой курс, не этот семинарчик, а весь курс, я читаю, не упираясь именно в сферу IT. Я читаю для всех. Абсолютно. И у меня часто бывают люди, в частности, из отрасли военпромышленного комплекса, именно разработчики, инженеры, проектировщики, которые проектируют там чего-то для нашей Красной Армии, как она сейчас называется, они не айтишники, но им это тоже нужно. Очень нужно. Там очень большое количество документации. Есть люди с машиностроительных заводов, есть люди из юридических каких-то контор, еще что-то. Я читаю курс для всех. И ваша задача потом уже, эти векторы развития, которые, как я сказал, я вам укажу за 16-часовой курс, трансформировать и адаптировать к своей именно сфере деятельности. Чем больше, тем лучше. Мария, ваше мнение? Прекрасно. С какого момента? С вопроса. С формулирования. Насколько нужно знать английский язык или какие-нибудь еще языки? Ну. Техническому писателю. Не важно вообще. Ну, то есть, нужно быть гораздо важнее специалистом в области, которые пишешь. Не специалистом, хотя бы что-то знать. Хотя бы что-то знать. Да. Хорошо принято. Значит, я расскажу вам одну притчу, друзья. Краткую. Маленькую. Я не считаю, что бывает лишнее ремесло. Их не бывает. Лишних знаний не бывает. Никогда. Вот. Был такой писатель, знаменитый русский писатель Михаил Михайлович Зощенко, который в Первую мировую войну командовал ротой, был офицером, потом работал во временном правительстве, потом стал писателем, а потом его стали травить. Советское правительство его травило за то, что он был непокорным и не кричал там, что велели. Вот. И в последнее его лишили пенсии, отчислили из Союз Советских Писателей. В последние годы своей жизни он зарабатывал тем, что умел делать руками. Он умел шить и чинить сапоги. Даже такое умение для человека интеллигентного, творческого писателя именно оказалось не лишним. Оно помогло ему просто выжить. Нужен ли английский язык, коллеги? Конечно, этот вопрос мне профессиональному в прошлом преподавателю английского языка ну, наверное, задавать не нужно, я предвзят. Но я могу сказать, что достаточно много официальных исходных данных, которые могут вам понадобиться в вашем техническом писательстве, находятся на иноязычных сайтах, голландских, канадских, французских, английских, американских и так далее. И в отличие от наших сайтов, там может содержаться меньше воды и больше дела. Вполне вероятно, что вам потребуется переводить. Знание иностранного языка очень не повредит. очень не повредит. Тем более в наше время. В наше время непонятное, но в любом случае не вредно. Я бы мог добавить и свой опыт таким актуальным умением. Просто если можно, очень коротко постараюсь. Я еще за перестройки начинает с 87-го, у него второй был за доработчиком активных систем. И так получилось, что у нас была текучка. Я вот был период, когда я три проекта делал, почти писал, вернее. Там все проекты по ГОСМ составлялись, там еще были большие ВМ. вот. И в общем-то, когда я писал документы о писании КТС, ну, я увлекался, чувствовал себя литарным. У меня в школе были пятерки по литературе. В итоге, когда, так сказать, вот холодным душем стал мой поход к запсектору, который должен был проверить и подписать. И то есть мои такие сложно сочиненные предложения, которые нельзя сказать, что они были неграмотные. То есть вот как-то я с вопновением писал. Он мне ну, как бы одну треть красным перечеркнул. То есть вот мне пришлось самулировать более четко, конкретно и, как говорят, кратко сестра Трумута. И я, естественно, согласился с этим. То есть надо было просто описать технологический процесс. Грамотно и коротко. Потому что да. Прошу прощения, время у нас мало. А я запомню. Замечательно, что вы об этом рассказали, Виталий. Я вам сильно благодарен. Я чуть об этом не забыл сказать вам. Сейчас скажу. Ну, вот кратенько на экране то, о чем мы с вами разговаривали. Облачные технологии, интернет-технологии. На первом месте русский язык, английский я поставил на втором, потому что переводы бывают. то, о чем сейчас Виталий рассказывал, на самом деле несколько лет назад начала приниматься на межгосударственном уровне. И когда я преподавал специалистов, у меня была командировка, выездная работа за границей в Минске. Вот. Нашим белорусским товарищам я читал тот же самый курс, не зная белорусского языка, в принципе, не уверен, что они его тоже знали, все разговаривают по-русски, абсолютно без акцента. Вот. Надо сказать, что Минск это родина наших гостов. Еще с советских времен. Многие госты разрабатывались минскими нашими товарищами. И парень из этой группы, очень хороший парень, мне очень он как-то был приятен, принес на флешке, мне говорит, Алексей, можете посмотреть, вдруг вам понадобится. Две презентации в ПДФ-ке, я посмотрел, Игорь, я тебе благодарен до сих пор. Сколько уже лет. Я использую это в своей работе. Презентации были по упрощенному техническому русскому языку. Несколько лет назад впервые об этом заговорили. Вот о том, о чем говорили вы. Укорачивание фраз. Более того, для облегчения перевода в рамках концепции упрощенного технического русского языка просят подлежащее ставить на первое место, сказуемое на второе. Хотя русский язык этого не требует. Да? Мы можем сказать, русский язык этого не требует. Не требует русский язык этого? Не русский язык этого требует. Русский язык не требует этого, не этого требует и так далее. У нас нет порядка слов жесткого. В английском языке есть. И для упрощения перевода на международный английский язык просят ставить подлежащее на первое место, сказуемое на второе. Бог с ней с красотой, Бог с ней с велеречивостью, Бог с ней с нашей склонностью к красивым фразам и склонностью к литературе и даже у инженера гуманитарным началом в душе. А это вторично. А первично, чтобы вас поняли. Там есть даже в этой презентации, придете, увидите такая картиночка, машинка-пылесос, ну знаете, такая маленькая, едет по взлётно-посадочной полосе аэродрома, пылесосит эту полосу и сзади заходит Боинг на посадку с вышки. Оператору уборочной машины немедленно очистить ВПП. И тот отвечает по рации, да очищаю, очищаю. Последние слова водителя, пылесоса. Вот. Что это? Значит, должен был диспетчер сказать не очистить, а убери машину, погибнешь. Машину убери, самолёт садится. Краткость, чёткость инструкций. Повелительное наклонение. Вместо «вы можете» в этом случае вам следовало бы, вот никаких вам следовало бы. Нажми, выпадет окно, нажми или нажмите. В открывшемся окне впечатайте пароль и логин и так далее. Чёткость, краткость, без единого лишнего прилагательного. Об этом мы тоже с вами будем разговаривать, когда встретимся. Мы будем долго и подробно изучать понятие ТЗ, технического задания, как основного документа на выполнение работ, оказание услуг в любой отрасли абсолютно. Мы будем разговаривать о ТЗ по одному из девятнадцатых ГОСТов. Мы будем разговаривать о том, что ТЗ может быть не только по этому ГОСТу, как считают программисты, но и вообще безо всякого ГОСТа. И, тем не менее, оно подчиняется определенным правилам. И здесь у меня на экране нарисована, ну, это старая-старая-старая такая иллюстрация из журнала «Америка» ещё советских времён, когда нет продуманного и чёткого технического задания. Что может быть? Вы можете это увидеть, как это объяснили, как это понял один и так далее, и что получилось в итоге. Поэтому мы с вами будем разговаривать о том, что такое техническое задание. И более того, мы будем разговаривать об этом в двух, так скажем, направлениях. Как вы думаете, в каких, Александр? В технических заданиях? Да. У меня такое ощущение, друзья, что я гораздо бодрее, чем вы. Что-то вы спите, не спите. Техническое задание – это документ, содержащий подробную инструкцию, что надо сделать. Какой результат? Да. Техническое задание на разработку документации или на разработку проекта? На разработку проекта. Не важно. ГОСТ все не особо длинные. Это не война и мир. ГОСТ это инструкции, друзья. Это инструкции. Кроме того, ЕСКД и СПД, как вы знаете, наверное, если работали по ним, есть ссылки, перекрестные ссылки из одного ГОСТа на другой. А это делается вот тут вот, щелкнул, перешел, посмотрел. Вот. Нет, нам просто пункты. Они на точке и все. Там два, три с пунктом. Все. Но это 19 ГОСТ. ТЗ может делаться не только по 19 ГОСТу. ТЗ бывает 50 страниц и по 100. Бывает. Ну, я просто пару слов добавлю. ТЗ, в принципе, согласовательный документ, когда и заказчик, и разработчик, и дизайнер, программист, они поняли друг другу, что надо делать, чтобы получить, а потом каждый, чтобы выполнить свою работу. Естественно, естественно, естественно. Естественно. Так вот, я все-таки, я прошу прощения, Сергей, запомните свой вопрос, пожалуйста, сейчас вы его зададите. Пока я свой не забыл. Потому что я, хотя и очень бодро выгляжу, бодро выгляжу. Бодро. Я сегодня проехал 250 километров с отключившимися дворниками. Вот в этот дождь, который был с утра. Вот так вот, руку высовывал, дворник там чищен. Нагод постарел по Минскому шоссе. Это было трудно. Вот, наверное, я еще на заряде, на утреннем. Так вот, как вы думаете, о каких двух направлениях можно разговаривать, говоря о ТЗ? Можно разговаривать о работе по техническому заданию, то есть об исполнении требований технического задания. И можно разговаривать о том, как, собственно говоря, составить ТЗ, если заказчиком является ваша организация. Вы согласны? И мы будем разговаривать в нашем курсе 16-часовом «Технический писатель» и о том, и о другом крайне подробно. Что является результатом выполнения ТЗ? Как вы считаете, Алексей? Безусловно. А в бумажном варианте это будет называться? Документ, подписанный и согласно. Да, как он будет называться? Заказчик вам выставил ТЗ, вы его выполнили, и в ответ заказчику сдаете что? Который прилагается к чему? К отчету, друзья. Если вы выполнили работы, значит, скорее всего, по выполнению этих работ вы будете вставлять отчет о них. Вы согласны? И об этом тоже мы абсолютно детально, подробно, много часов разговариваем на моих семинарах в курсе «Технический писатель». Кроме того, мы разбираем отдельный ГОСТ, о котором мало кто знает, но который государственные заказчики очень любят. Это ГОСТ 7.32.2017, посвященный, собственно, отчетам. 7.32.2017, 7.32.2017, об этом будет разговор очень подробный. Это он называется отчет о научно-исследовательской работе, но государственные заказчики, ну то есть федеральные региональные министерства и ведомства, они давным-давно уже приняли как постулатка, как всего ему не требующий доказательств, что любой отчет, будь то отчет действительно о научно-исследовательской работе или о строительстве моста через реку, не важно, должен быть гастирован по 7.32. Почему так получилось, я не знаю, но так получилось. И очень многие заказчики, действительно, в частности в инженерной отрасли, именно требуют отчеты по 7.32. Исключением являются те сферы деятельности человека, где работает ДСКД и СПД. Там про 7.32, как правило, никто ничего и не знает. В остальных случаях знают. И умение работать с этим ГОСТом может вам здорово помочь в нашей непростой жизни. А, пожалуйста. Да. Скажите, пожалуйста. У меня проектов. В организации вы имеете в виду, в моем? Ну, вы не делаете, а один проект, второй, третий, четвертый, пятый. В каждом проектном все новое или используются те элементы, которые были раньше? Ну, в моей организации, я могу сказать, в моей организации есть проекты, которые ведет, допустим, Виноградов. Из года в год у него разные проекты, но посвященные одной теме, которую развивает он, как доктор наук. Другие проекты ведет Зайцева. У нее совершенно другая тема. Но она свою тему, опять-таки, продлевает из года в год. И, конечно, отчеты похожи. Они являются развитием. Один развитие другого, один развитие другого. При этом отчеты Виноградова не похожи на отчеты Зайцева, ничем. Но только то, что они в рамках одной отрасли написаны. Допустим, гостмаринтизь, три странички. КЗ получил 100 страниц. Ведь нам напомню, что это будет КЗ. Текстом надо придумать или берется кусочек предыдущих как-то? Как правило, друзья, работа технического писателя – это не выдумывание из головы. Ничем из головы, как показывает практика, толкового в большом объеме выдумать не можем. Если мы только не писатели, а именно писатели. Нам обязательно, как я сказал в начале нашего семинара, нужны официальные исходные данные. Они предоставляются техписателю, когда он составляет техническое задание. Если подразумевается, что работа будет выполняться пять лет, каждый год будет четыре этапа по кварталу, предположим, небольших, или два по полугодию. Неважно. Соответственно, это многоэтапная работа. Там будет очень много документации, которая будет сдаваться. Это не пять лет вы будете работать, получать ежемесячные деньги, а через пять лет сдадите один крокодиль и огромный бегемотий отчет. Нет. Вы будете сдавать отчетность каждые три месяца. Заказчик хочет знать, что вы делаете. Поэтому ТЗ нужно наполнить действительно достаточно много туда набросать, всего написать, да, с тем, чтобы были оправданы те деньги, на которые вы заявляете в свой проект, чтобы заказчик его подписал, прочитал, сказал бы, да, это действительно достоин 30 миллионов рублей. Хорошо. Или 50. А если проект на три месяца рассчитан? На пять лет, на три месяца? Тогда ТЗ будет маленьким. Если проект рассчитан на три месяца, значит, видов работ, которые будут выполнять исполнители за три месяца, будет мало. Они много не успеют сделать. Нельзя написать 20 видов работы, трехлетнюю работу заставить человека, ну, то есть, организацию выполнить за три месяца, это чушь. Вот. Поэтому, да, тогда в таких случаях ТЗ будет маленьким. Ну, я честно скажу, мне не встречалось ТЗ на три месяца. Ну, год. Правило. Разработка сайта? Разработка сайта может быть. Там большого ТЗ может и не быть, но там могут быть достаточно объемные требования к этому сайту. Требования к разделам сайта. Вот это наполнит ТЗ достаточно. Один пункт, который может быть прописан в ГОСТе, да? Ну, я наизусть, естественно, ГОСТ не помню. Допустим, там прописать требования к выполнению работы. Да? И вот эти требования к выполнению работ по наполнению страниц сайта, разделов, страниц, коих может быть и сто и больше, вот они могут занять много места. Айтишный ТЗ, это отдельная. Ну, сейчас здесь разные подходы к этому. Зависит от сложности проекта и там да. Да, друзья, обратите внимание, пожалуйста, на экранчик, да? Что вы узнаете в ходе изучения курса технический писатель? Стиле, виды, общие черты текстов, методология создания, то есть, собственно говоря, как создавать тексты. Как из большого количества разрозненных слов и букв создать хороший текст в соответствии с требованиями. Вы узнаете единые стандарты документирования, по крайней мере, поймете, что с ними делать. Базовые приемы работы с текстом. По сути, это редактирование и корректура. Это очень важная часть работы технического писателя. Как я говорил, у нас официальные исходные данные всегда есть, но их надо редактировать и корректировать, потому что безграмотные исходные данные составляют около 100% он их. А их надо корректировать. Мы будем разговаривать о работе с переводной документацией, о технических переводах. И я предложу вашему вниманию методику перевода, которая специально мною придумана. Я не знаю, может быть, кто-то придумал ее независимо от меня, но я ее придумал сам. В тот период своей жизни, когда мне доставалось очень много переводов, при том, что я не переводчик по образованию. И при этом я прекрасно знаю, что переводчиком просто кто попал с улицы быть не может. Мои родители были переводчиками всю жизнь, и я знаю, что это за работа. И я знаю, насколько безупречно нужно знать язык, чтобы переводить. В основном технические, но можно и не только технические тексты. Отец безупречно знал два, и чуть похуже, но тоже свободно знал третий иностранный язык. Абсолютно как по-русски разговаривал по-испански, вот он был переводчиком. Если у вас нет такого безупречного знания языка, то есть нет языкового образования, а на переводчику учат 6 лет, и большого опыта работы за границей именно с иностранными товарищами, именно разговор, именно перевод, именно письма, именно все. То есть исключительно иноязычная среда. В нашей стране это редкость. Это редкость. Вот. Редкость вы имеете в виду? Мы моноязычные, у нас мало иностранных коллег работают в наших офисах. Мало. Почти нет. А кто работает, тот в основном говорит по-русски. Это проще, чем заставить наших товарищей разговаривать на другом языке. Вот. Поэтому у нас работает Сириес, у нас работает Грек в моей конторе. Они все свободно разговаривают по-русски. Они давно поняли, что проще так, чем разговаривать хотя бы и по-английски, и натыкаться на то, что из 10 человек 9 его не понимают вообще. Вот у меня друг в Италии работает, и он так получился. Я ему говорю, давай возвращайся. Он говорит, что а где здесь я найду работу? Хотя он итальянский, знает уже как родной для него. Ну что ж, могу позавидовать вашему другу. Нет, он сомневается, что в России найдет работу. Хотя там он как бизнес-мой там проекты делает и так далее. Ну и зачем ему возвращаться? Дальше мы поговорим о применяемом программном обеспечении. Достаточно подробно, хотя я хочу предупредить. Каждая группа в специалисте отличается тем, что там находится 1-2 человека, которые просят, Алексей, а почему вы не прочитаете подробно курс Word, Excel? А вот мы хотели HTML, чтобы вы нам подробно рассказали. Значит, ну заранее прямо на семинаре говорю, я это не читаю. У меня нет сертификации Microsoft, нет права преподавать HTML и достаточных знаний в этой области для преподавания тоже нет. Я пользователь этого всего, но не преподаватель. Преподавать, рассказывать, как работать с Word я не буду, или как программировать там C++ нет. На это в специалисте есть свои преподаватели. Но мы с вами рассмотрим, какое программное обеспечение может пригодиться техническому писателю. Ну, посмотрим о производственных процессах. Расскажу об интересных, об интересных примерах производственных процессов. На примере компании LG Electronics, представительства у нас в Москве, лаборатории Касперского и Яндекс. Там все не так, как везде. Совсем не так. Я расскажу, как. Вот. Ну и так далее. Перспективы роста. И самое основное, конечно, что вам нужно будет осваивать самостоятельно. Я думаю, что в конце нашего длительного обучения вы сами ответите на вопрос, что вам нужно освоить. Каждому из вас что-то свое самостоятельно в будущем. В конце обучения будет итоговая работа, которую вы будете уже писать самостоятельно, как технический писатель. Значит, ну, место в цепочке курсов я не определил. Кайф. Я думаю, что его нет. Курс самодостаточен, как и его преподаватель. Сам по себе. Не копия чего-то и не составная часть, а просто оригинал. Вот такой вот просто вот отдельный курс. Самодостаточный. Будет полезно кому? Техническим специалистам, в том числе IT-специалистам. Людям, желающим заняться наукой и писательством в этой области специфичной, очень-очень специфичной области. Ну и, конечно, широкому кругу других людей, у которых есть некая мотивация на то, чтобы что-то писать и что-то создавать на бумаге на экране компьютера. Ваши вопросы? Я, как бы, тут и вопросы могу добавить. На основе собственного опыта. Ну и, как бы, уже известна истина, что... Ну, ТЗ, да, оно согласовывается, подписывается, дальше идет работа. Но, как бы, вот сказать, я хочу обозначить, все-таки на основе ТЗ создает, разрабатывается, можно так сказать, договор, в котором тоже все фразы имеют большой смысл. Договор, на основе которого будет делаться работа, где прописана сумма, которую заказчик заплатит, если работа сделана вовремя и так далее, или там какие-нибудь... Я вас понял, я вас немножечко скорректирую. На самом деле, в 99% случаев техническое задание является приложением к договору. То есть, составляется договор на выполнение работ, оказание услуг, по строительству моста, по разработке автоматизированной системы, о чем угодно. Составление учебника русского языка для четвертого класса, неважно, да. Договор, это типовая форма контракта, типовой договор, в котором, естественно, прописываются и деньги, и форс-мажоры, и ответственные стороны, и все такое прочее, и реквизиты, вот, сроки. И указывается, что приложение номер один к этому договору есть техническое задание на выполнение указанного в договоре работ. Это 99% ТЗ. Ну, наверное, 1% ТЗ, это ТЗ по госзаказу, когда министерство заказывает выполнение каких-то работ своим подведомственным учреждением, вот, и со своими дочками, грубо говоря, никаких контрактов не заключает, ни государственных, никаких. ТЗ является в этом случае самостоятельным документом, реквизиты сторон прописываются в самом ТЗ, деньги тоже, сроки тоже, форс-мажор исключается. Вот, ответственность сторон тоже исключается, и как-то является она понятной без прописывания. Вот, но это 1% технических заданий, повторяю, по госзаданию. В моей организации есть как раз такие технические задания по госзаказу. Еще вопросы, друзья. Здесь, я вас понял, спасибо за вопрос. Красота оформления документа, это то, что первое бросается в глаза, потом человек начинает читать текст. На красоту оформления документа мы много внимания не обращаем, мы просто бросаем взгляд, либо это просто буквы. Либо это коряво невыровненное, непонятно что, тогда, скорее всего, это читать никто не будет просто. Да, если там пляшут шрифт, пляшут шрифт, пляшут размеры букв, поля, еще чего-то, невыровненное, ну, понятно. Это помойка, да. И есть красота внутренняя, да. Сосуд ли он, в котором пустота, или огонь мерцающий в сосуде, да, по Заболоцкому, что есть красота и почему ее обожествляют люди. И вот, когда вы читаете этот документ и понимаете, что вам не скучно читать о скучных технических вещах. Вам не скучно, вам интересно. И коротко, и ясно. И коротко, и понятно. Вот стихия, все понятно, все на русском языке. Вы читаете и с удивлением понимаете, что сложнейшие вещи там из области IT для вас вдруг абсолютно понятны. Вам просто объяснили на пальцах, безо всяких чертежей и получения высшего образования в этой сфере. Вы все поняли. Вот это красота внутренняя. И говоря о красоте документа, я имел в виду и первое, и второе. И второе, во-первых. Еще есть вопросы, друзья? Ну, бывает просто уже, как вот, хлеб для сатириков или юмористов, когда пишут просто, чтобы посмешить. Что же такое? А вот здесь и об этом мы тоже будем в нашем курсе разговаривать и упоминать, и обращаться к этому я буду неоднократно. Какие эмоции технический текст, красивый, аккуратный, идеальный, должен вызывать у слушателя? У читателя? Какие? Как вы считаете? Он может вызывать положительные эмоции, и это идеально, от того, насколько хорошо он составлен. Но там не должно быть ничего, никаких мрачных эмоций он не может вызывать. Ну и никаких шуток, разумеется, там тоже быть не должно. Не имеет права технический писатель в тексте шутить, какие-то смешки допускать и так далее. Положительные эмоции от текста должны вызываться у читателя только тем, что он прочитал и сразу понял. И все, и можно не перечитывать. Текст написан так хорошо, что в него не надо вчитываться. Один раз прочел, и все запомнил, все понятно. Все, пошел дел. Можно я еще раз из своего опыта просто два слова добавлю? Да, пожалуйста. Когда я учился в заочной аспирантуре, я интересовался разной литературой, и переводной иностранной мне впадался. И почему-то оказывалось, что иностранная, переводная литература, техническая и научная, она интереснее, чем наши отечественные книжки, которые я читал. Почему так? Я не знаю. Там проще язык, там проще язык, нет витиеватостей. Нет вот такой вот длинные предложения, если смотреть на лист А4. Там короче фразы, соответственно, они проще для понимания, их так и переводят. Их так и переводят. Если вы возьмете художественную литературу, ну, это все будет зависеть от писателя. Да? Великолепно пишет Грэм Грин, великолепно пишет Алексей Толстой. Оба гениальные писатели. И кто лучше, ну, нельзя сказать, это разные. Но читается и то, и то великолепно. А вот что касается технического текста, написать его так, чтобы он читался, как текст Алексея Толстого или Грэма Грина, это искусство. И здесь помогает упрощенный технический язык, который применительно к английскому языку, был принят еще в 60-е или 70-е, а может быть еще и раньше годы. И уже тогда переводить иностранные технические тексты было удовольствием. Удовольствием. Не было никаких причастных, дейпричастных оборотов. Или, как в наших советских инструкциях, дочитываешь до конца и вдруг последние фразы видят. Вначале надо было сделать то-то. А что ж ты в начале с ним писал? Дядя, ей ты. А вот там такого не бывает. На скорость, друзья, быстро, хорошо не бывает. Все, что я могу сказать. Быстро, хорошо не бывает. Человек, занятый составлением технического текста, если у него нет исходных данных, может до 90 времени работы над текстом потратить на поиски исходных данных. Собственно, редактирование их уже займет гораздо меньше времени. Но на скорость технический писатель, когда работает, это получается туфта. Вот это точно. Есть совершенно четкие нормативы, которые в нашей стране никому не известны. К сожалению, очень часто начальники технических писателей сами в жизни написали страницы. И поэтому об этом имеют представление слабое. В моей практике такое было. Напиши мне, пожалуйста, 10 статей по государственно-общественному управлению образованием к понедельнику, субботу, воскресенье. Ну, конечно, зависит. Естественно, зависит. Просто, знаете, я читал объявление в гоняте, да? Треба технических писателей. Главное требование в ГОС-19, в ГОС-34 и Моркдаун. Пишу так, компания, которая 15 лет создавала прокат в компьютерной программе, все становится кучей, текст, прочее-прочее. Надо будет разобраться. Причем это быстро. Это странно? Объявление странное? Нет, не странное. Все-то странное. Им нужен асенизатор. Все-все-все очень логично. Я встречал такие объявления. Вот они набросали полную комнату хлама, где-то есть хороший стул, где-то хороший мобильный телефон, где-то хороший компьютер. Остальное надо выкинуть и сжечь. Вот, иди туда и ищи. Вот это ваша задача. Или по полочкам разложить. Цемент туда, сломанные парты туда, компьютеры сюда. Зависит от опыта. Это не работа технического писателя. Не советую. Очень не советую. Определенный склад ума. Нужен определенный склад ума. Нужен определенный уровень шизофрении. Потому что у нас, у меня в практике были люди, которые называли файлы, вот так вот, по клавиатуре. Ну, что там? Про, про, про. Не догадайся, что он там. Это какой-то отчет. АТЗ назван 123123. То есть нужно каждый файл открывать, определять его актуальность, понимать, когда он создан, нужен, не нужен, создавать дерево каталогов. Но это не техническое писательство, это архитектура, действительно, база данных. Вы должны быть создать базу данных. Это не писательство. Так, друзья, я предлагаю на этом закончить. Мы даже немножечко, мы даже немножечко превысили лимит нашего времени. Я благодарю всех. Я ответил на все вопросы. Да. Очень хорошо. Учебный центр специалист. Ваш путь к успеху. Правильной дорогой идете, товарищи. Вот все, что я могу сказать. Спасибо. Спасибо.